привет вы на канале изи 3d и сейчас я покажу как я делал вот этого пчелу приятного просмотра на столе весенние денечки и захотелось мисс гилл что-то легкое весеннее но очень уж не хотелось мне моделировать по всем правилам гемтева с ретопологией и разверткой с запеканием текстурированием так что это ролик не несет никакой обучающей нагрузки скорее наоборот это ролик о том как не надо моделировать для геймдев начинаю я моделирование с обычного куба почему не со сферы ведь органика имеет круглые гладкие формы да все очень просто чем меньше точек тем легче редактировать объект создаем кубик делаем надрезы выдавливаем как нам надо двигаем заточки а в конце накидываем модификатор subdivision surface и кубик превращается в шарик такой же принцип работы и в 3d максе только там модификатор называется по-другому и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok В какой-то момент можно конвертировать модификатор Subdivision Surface в редактируемый объект Нажав для этого клавишу C на клавиатуре И дальше редактирование производить с помощью инструментов для скульпинга Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok По которой дальше работал Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Для придания мохнатости я импортнул тушку нашей пчелы в ZBrush Добавил субтитры DimaTorzok 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 Для текстурирования я создал несколько материалов и применял их к разным группам полигонов Добавил субтитры DimaTorzok И для полноты картины я добавил легкую анимацию буквально из трех ключей на каждый элемент На усах это легкое покачивание, на крыльях соответственно махание Ну и добавил легкую анимацию покачивания пчелы влево-вправо Добавил субтитры DimaTorzok По итогу получилась вот такая зверюга И еще для полноты картины я заанимировал задний фон и камеру в Marmoset Спасибо, что досмотрели ролик до конца Подписывайтесь на канал, вступайте в группу До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok